На этих фотографиях простые люди, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Они занимались скотоводством, изготавливали военную технику и боеприпасы, а после работы находили в себе силы петь и ходить в театр. О жизни простых людей, которые ежедневно совершали трудовые подвиги, рассказывает выставка «Освобождение. Путь к победе. Тыл», открывшаяся в Университете Королёва. Мы как-то привыкли в большей степени говорить о боевых действиях, о том, что ситуация очень многое решала на фронте. И военные победы, в первую очередь, знаменательные, и о них очень много говорят. Но на самом деле трудовой подвиг тех людей, которые работали в тылу, он ничуть не меньше. Фотографии были взяты из архива «Совинформбюро» 1944-1945 годов. К ним прилагается QR-код для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом «Освобождение». В нем рассказывают о главных событиях того времени. Вот это соединение журналистов и фотокорреспондентов и, собственно, ученых создает такое уникальное пространство, которое сегодня именно в Самарском университете начинает работать. Мы надеемся, что это действительно вернет нам ощущение, знаете, такого очень доброго семейного, наверное, праздника. Потому что у каждого в семье, в Куйбышеве, в Самаре есть участник этих событий. Выставка открыта для всех желающих до конца июня. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.